Все, готово. Мы сейчас будем упаковывать подарочные пакетики. Всем привет. Что у нас здесь есть? В общем, вот эти вот призы мы оставим. Допустим, вот такая вот пицца. Мы оставим на конкурсе. Вот такие вот штучки. Я не знаю, что это такое. Здесь у нас вот такой вот бочонок с цветной. Что я говорю? Бочонок. Бочонок с цветной ватой. Бочонок с цветной и сладкой ватой, короче. Мама, вот эти вот конфеты, вот это я не знаю, его раскрыть или вот так вот кому-то, если кто-то выиграет. Немного это будет? Сколько там штук? Я думаю, что много. Мы же сегодня опять пойдем, можем еще один купить. Ладно, оставим. Вот этот вот мы оставим, там сюрпризы какие-то. Это у нас хлопушка. Вот это мы раскидали. Светуль, свистульки, светульки. Это светульки. Бочонок. Это для девочки. А это миньон для мальчик. Это с миньоном новогодний. Я уже всем кидаю. Уже? А потом что мы еще туда закинем? Жвачки? Мало, поэтому я говорю. Это тоже как приз. Вот это тоже как приз пойдет, гамбургер. Вот бутылка. Вот это нужно раскрыть. И каждому закинуть такие вот фосфорные палочки. Я хотела, чтобы девчонки нам устроили концерт. Нет! Вот у нас пакетики подарочные. Напишем имя. Детки будут складывать сюда калфетки и потом заберут домой. И подарочки, которые они выиграют. Давай окажем по часикам. Да, часики тик-так. Закидывай. В пиняту мы уже засыпали конфетки. Но еще одну упаковку купили. А это мне? Нет, еще одну купили. Смотришь фильм? Гарри Поттер. А ты все части видела? Нет. Какую не видела? Пять, шесть, семь, восемь. А это четвертая? Да. Еще много смотреть. Привет, ты как? Хорошо. Хорошо, точно? Невезение какое-то. Как только мы собираемся делать праздник, вечеринку, так кто-то у нас болеет. Макс непонятно, тот чем-то отравился. Его со вчерашнего дня, получается, с вечера, начало тошнить. Всю ночь только водичку пил. И его сразу рвало через некоторое время. Какая-то инфекция может быть. Сейчас мы с Лео поедем выбросим мусор. У нас очень много накопилось картона, бутылок, банок, склянок. И приедем, будем готовиться. Вот сколько у нас мусора накопилось. Но в основном все картон. Здесь пластиковые, там металлические и стеклянные. И Филька. Филька, тебя тоже забрать? Тебя тоже увезти на мусорку? Лежишь. Вообще не спала. Всю ночь просыпалась. Через каждые полчаса с ним лежала на кровати. А то водичку хочет, то температура у него была, то его рвет. Не спала практически вообще. Что-то жует. Что ты там жуешь? Конфеты? Конфеты жуешь с утра пораньше. Вчера дала им покушать. Бонька, значит, встала возле этой тарелки. Кушала у Фильки. А Филька кушала у нее. Вот так вот они у нас меняются. То там, то там. Ты как вчера погуляла на дне рождения? Хорошо? Кстати, купила я вчера пену. Это не азелит, потому что мне писали про азелит. Азелит у нас не продают. Но я нашла другую пену. Сейчас буду протирать, посмотрим. Мы поехали. Сейчас приедем. Выбросим мусор. И потом будем наводить порядок, украшать, собирать все. И в два часа к нам придут. Угу. Хорошо? Солнышко. Видите, какое сегодня вышло? Проливается солнышко. Я потом принесу. Макс, ты лежи и отдыхай. Мы уже позавтракали. Убирать со стола и подготавливать. Мама, мне не нравятся маленькие дети. Тебе не нравятся маленькие дети? Нет. Так, палочки Ксюша тут достает. Да. Да. Например? Давай ногу. Да. Рука. А тут давай рука и тут много. Ну, например, вот сюда. Я не знаю где другой, но я маню. Вот. Так. Так, должны прыгать сразу. Так. Раз. Там просто раз. И нужно недолго думать. То есть. Подготавливаемся к следующему конкурсу. Приклеиваем стаканчики. Большие. Куда помещается вот этот мячик. И потом фиг его оттуда достанешь. Такидаешь вот так. И он должен упасть. Ой. Нужно потихонечку. Лосы, Али? Папи. Так немножко. А то... Нет. Улетает мячик. Ты как себя чувствуешь? Хорошо. Ну, ладно. Вот так вот сделали. В общем, берем мячик. Детки будут брать мячик. Будут кидать. И должны попасть прямо в стаканчик. Кто попадет в стаканчик, тот получает приз. И следующий конкурс у нас вот такая вот башня из стаканов и будет пистолет с пульками. Мама, не для этого пистолета. Нет, другой пистолет принеси. У меня сегодня долгожданная распаковка. Ко мне пришла посылка. Я уже говорила в одном из блогов, что я заказывала отбеливающие полоски для зубов. И они ко мне дошли. Вот они. Сегодня мы с вами вместе их протестируем. Я читала о них очень много хороших отзывов. Когда я только заговорила насчет отбеливающих полосок, мне в комментариях даже написали именно эти. Райджел – это профессиональные полоски для отбеливания зубов. Четыре в одном. Почему четыре в одном? Первое, потому что они не только отбеливают зубы, еще они удаляют зубной налет. А также они обладают антисептическим действием и освежают дыхание. Вообще супер. Поэтому их используют не только для того, чтобы сделать блоснежную улыбку, но еще и для поддержания здоровья зубов и десен. Это мы обязательно проверим. Сейчас мы откроем упаковочку, прочитаем инструкцию. В общем, там буквально через 15-20 минут уже должен быть виден результат. Это уже радует. А если пройти полный курс, то зубы должны стать белее на целых два оттенка. Это очень хорошо, что они после первого использования немного отбеливают зубы. Потому что если, например, вы куда-то идете, на какую-то вечеринку, на праздник, вы наклеиваете эту пластинку, 15-20 минут можно даже в пути. Это сделать. Ваши зубки будут чистенькие, беленькие. Конечно же, для того, чтобы зубки оставались белыми на долгий срок, нужно пройти полный курс. Тогда эффект будет намного лучше. Поэтому я сразу себе заказала полный курс. Следующая функция, которая выполняет эти полоски. Антисептическое действие. Это очень важно, потому что даже тщательная чистка зубов убирает только часть бактерий. Они у нас живут на поверхности зубов, на языке, на щеках. А вот использование полосок Райджел помогает существенно уменьшить их количество. Здесь говорится, что они обладают приятным мятным вкусом и сохраняют свежее дыхание на целый день. Эти полоски не содержат перекиси водорода или карбамида. Поэтому они не травмируют эмаль и подходят даже для самых чувствительных зубов. Вот у меня зубы очень чувствительные. Вместо перекиси они используют запатентованный компонент, который называется Эуреку ЭЧСИ. Этот компонент своим действием высвобождает активный кислород, который проникает в слои зубной эмали и удаляет налеты пятна. Что еще хорошо, что этот гель не нужно удалять с зубов. Не нужно всплевывать куда-нибудь. Вы просто наклеиваете эти полоски, и этот гель спокойно смоется с вашей слюной. Поэтому эти полоски можно использовать в машине, хоть в транспорте, хоть на учебе, на работе, хоть где. Этот продукт сделан в Великобритании. Полный курс отбеливания Райджел состоит из двух упаковок. По 28 полосок в каждой. Длится он 14 дней. Вот у меня здесь как раз две упаковочки. Вот такую вот полоску нужно использовать два раза в день, утром и вечером. После того, как вы прошли полный курс, можно поддерживать эту процедуру, но уже проходить не полный, а половину курса, который состоит из семи дней. Начнем. Открываем. Ой, я ее тут даже не увидела, она такая прозрачная, смотрите. Вот такая вот полосочка. Клеиваем сначала. Вот так. И хорошенько заворачиваем. Она уже потихонечку, я чувствую, она начинает растворяться. Так, теперь на нижнюю. А главное хорошо прижать. Ну все, нужно ждать. Рот не полоскаем. Вот этот вот гель, который у нас образовался, там ничем не удаляем, не выплевываем. Ждем 15-20 минут. Ну что, ребят, прошло 20 минут. Вот такие вот у меня стали зубки. Во рту остался такой приятный мятный вкус, освежающий. Зубки гладкие, никакого налета нет. Мне очень интересно пройти полный курс и посмотреть конечный результат. Я сделаю фотографию до и после. Тогда будет легче заметить результат. Кстати, ребят, у бренда Rijal проходит акция. На их официальном сайте можно купить три упаковки по цене одной. А для тех, кто для начала хочет протестировать этот продукт, можно приобрести от одной упаковки по супер-промо цене на Wildberries или Ozone. Также, внимание, количество товаров ограничено, поэтому успейте. Все ссылочки я, конечно же, оставлю в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я быстренько... Куда ты? А, так, делаем сейчас картошку фрим. И еще у нас тут есть наггетсы для деток. Чтобы они что-нибудь прикусили. Наггетсы. Подклеиваю все нормально? Какой у нас там еще конкурс остался? С этими, с пистолетиками? Или все уже? А, ну-ка, покажи. Там Бэби Йода в руках. Пойдем сюда на кухню. Нам отдельно вот дали ушки, потому что в коробку они не поместились. Можно я? А нужно в холодильник, наверное. Смотри, Бэби Йода там. Надо потом сфотографировать успеть. Смотри, Бэби Йода там. Все, смотрите, что они сделали с Бэби Йодой. Все, разбили Бэби Йоду. Я думала, Бэби Йода будет меньше, чем этот. Чем внизу, который. Они одинаковые чуть-чуть. Я думала, он меньше. Каролин, садись, открывайте подарочки. Ну-ка, где чьи, знаете? Это кто тебе подарил? Карлина? Лина, да. Нет, это не Лина. Это Карлина. Ну-ка, что там такое? Ну-ка, покажи. У тебя нет такого. Это целый набор. Тут много всего. Это карандаш. Карлина, это твой. Это от Андрея. Андрей, это от Данила, да? Каролин, вот это просто. Вау. Какая синетика. Это помада. Да, это помада, как у Маргариты, да? А, это Лего. Каролин. А вон открыточку от Данила возьми. Семь. Вау. Ты будешь рисовать в 3D картинке. Круто? Круто, да? Сара. Еще Лего. Вот это круто. Открывай. Это Сара. У-у-у, конфеты, кофточка. Круто. Это браслеты плести, целая коробка. Ничего себе, круто. Прикольно. Круто. Мы сейчас фотографии распечатаем всем нашим гостям. Они сфотографировались с Каролиной и с Максом. Мы хотим распечатать на память. Потому что нам уже... Уже скоро они уйдут, надо успеть. А где Маргуша? Ты за нее? Ладно, сидит, кушает. Боньки не давай, Туль. Наконец-то отгуляли. Все. Я свободна, Бонни. Девять детей. Это вообще, это что-то. Это ураган. Как все бегали, кричали, играли. Аж голова разболелась. Закрыли мы их тут в комнате с котом. Потому что за ними дети бегали. Мучили их, трогали. Мы их закрыли в комнате. На поводке туда-сюда возили по квартире ее. Так, следующий день рождения у нашей бабушки. А, да. 12 апреля. Да, у нее день рождения 12 апреля. 84 года исполнится нашей бабуле. Что мы ей подарим? Не знаю. У нас столько торта осталось. Я почему-то... Вообще, почти никто не сел. Я не представляла, что он такой будет большой. Но мы заказали на 12 человек. Это не на 12. Мне кажется, это все на 20. На 25. А так ничего вкусный. Был верх. Верхняя часть баби йода. Зеленая часть вот этого. Зеленая часть была шоколадная. Шоколад с шоколадом. Коржи шоколадные. И крем шоколадный. А нижняя часть с карамелью. С карамелью. Он меня вылизывает. Как шоколад. Как шоколад. Вот. Так что все. Мы сегодня 8-30 встала. Отпраздновали вечеринку. И теперь мы свободны. Потом я пошла в зал. Смотрела, что в фест. Ну хорошо. Хоть Макс себя стал лучше чувствовать. Он весь этот день нормально так проходил. Поиграл. Поел. Его больше не тошнило. Да. В общем, лекарство ему помогло. Мама донил до 9-ти остается, да? Или больше? У нас еще целая сумка конфет. И нужен тебе этот чупа-чупс. Там чупи-чупи. Там чупа-чупс. Это чупи. Чупи, хочешь чупить? Это же скотч. Ксюша не успокоится. Она не уснет просто, если она не откроет. Блин. Я же сказала, там шар. И там... Бонча. Чупи-чупи. Чупи-начупи. Давай это оставим. Чупи-начупи. Мама, это какой-то не чупа-чупс. Я не знаю что. Это не круто. А яичко. Вау! Всем привет! Сегодня мы будем открывать киндер-сюрприз яйца. Киндер-сюрприз яйца. Бонька. Он кушал там. Ну, что ты его принесла, если он кушал? Ой. Вот. Мама, смотри. Мама. Вот. Это... Это бонус. Бонус. Что, нас обрала уже? Максу подарили лего самолету. Что? Ой, это откуда-то упало? А, вот отсюда. Матуси, матуси. Какой корабль вот такой у него получился. Вот так вот стоит специально. Да? На боку? Да. Ага. И еще один. Это тоже корабль какой-то? Круто. Макс сидит ждет, да? Катак Ксюша соберет. Это подвозная водка. Он немножко пробовал собрать. Все, конечно, но вряд ли получится у него. Ну, Ксюша, быстро получается. А тут еще человечки, да, какие-то? Ага. Это же робот-ниндзя. Ой, это тетя какая-то с пистолетом. Мама, робот-ниндзя. Ага, это тоже дедушка с пистолетом. Мастер, ниндзя. Сейчас аллергия началась, непонятно на что. Вроде еще не весна, цветения нет. Мы тут сидим с Маргаритой, кушаем капусту соленую на ночь глядя. Сколько время? Время час ночи. Мы кушаем капусту. Моя семья малосольная. Подружка привезла с Германии. Вкусно? Что сделаем? Выбирайте. Винегрет, салат или борщ? Борщ. Борщ. Борщ сделать? Ну, то-то завтра варим борщ. С соленой капустой. С малосольной. Еще она привезла селедку. Я хочу сделать под шубой. Селедку под шубой. Что это селедка? Ну, берешь селедку, накрываешь шубой. Получается селедка под шубой. Селедка это рыба соленая. Салат такой называется. Селедка под шубой. И еще она привезла творожок и сметанку. Так что, а пельмени мы съели. Придется любить опять. Давайте сделать тесто осталось. Завтра сделаем сырники. Да? Да. Тесто осталось. У меня фарша нет. Стул поломается. Ага. Папа качается, сидит. Сейчас как папа. Кач-кач, кач-кач, кач-кач. А потом говорит, почему стул поломался, да? Почему стул так сильно раскачивается? Вот так что там. Сейчас как он пойдет. Девчонки уже спят. Сегодня подружка осталась у нас. Каролина уже отключилась. А подружка смотрит мультик. Кстати, кто смотрел мультик? Энканто. Он так, по-моему, и называется на русском. Очень хороший мультик. Мы вчера смотрели. Вот этот. Про семью. Магическая семья. В общем, у них магический дом. И каждый член семьи, он злодеет магией. Называется Энканто. Спокойной ночи. Пока. Пока. Ладно, ребят, всем пока. Влог буду монтировать рано утром. Потому что сейчас уже поздно, сейчас ночь. Уже не буду сидеть за компьютером. Спокойной ночи. Пока.